Наверное, лет 13 где-то. Елена, спасибо за пробулку по саду. Очень необычно было. Как будто и во Франции, и Англии побывала. А теперь пройдёмте по саду и полюбуемся этой красотой. Каждый год я на них ругаюсь, что не буду высаживать. И всё равно сажу. Это в процессе. Я вот хожу, например, обход делаю, и вижу, что вот здесь вот у меня прямо начинает в голове рисоваться картинка. То, что вот здесь, вот в этом месте. Налила водой, и она замёрзла и треснула вот так вот. Я пошла, нарезала черенков под банки из-под пива, насадила их, и они у меня все принялись. И вот так вот я начала черенковать всё. Субтитры подогнал «Симон» наполам просмотра. А я жду дождя, а его всё нет и нет. В этом месте пруд. Вода немножко спала, но пруд природный. Нет плёнки, он живёт своим миром. Здесь своя микрофлора уже образована. Откуда-то куча растений, куча живности. Ну, рыбу мы туда запускали, обычную речную. Ну, кроме речной рыбы, здесь и жучки, и паучки. И, короче... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Всё, и я не могу тогда остановиться уже. Я думаю, так, мне уже здесь чего-то надо будет. И у меня уже перед... Короче, эта картинка вырисовывается, я там начинаю думать. И всё, потом проходит время какое-то, я начинаю это всё воплощать. Сидят самшитики, они ещё маленькие, и задумка такая, шары чтобы были. Вот эта лиственница на штампе, а под лиственницей самшиты шариками. Ну, и вот этот вот крестат, он интересный такой. Зимует, вообще зимовал в горшке вот в этом беспроблемно. И интересует его. А мне кажется, что это хорошо, вот я и даже как-то не знала, потом смотрю, Тамара ездит по осадам. Всё по-разному, оно не может быть одинаково вообще, вот. И у неё вообще, у неё же по-другому и видимость другая, и сад другой, и впечатления сразу же другие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok осенью а вот я хочу хотела бы приехать это приезжайте вот был такой на воде и домик я курятник вот курей тоже сейчас нету посекли всех потому что надо убирать все было наверное лет 13 где-то может 14 надо глянуть ну вообще как сад сам наверно лет 10 потому что сразу зеркало будет конечно корректироваться так я когда-то делала хотелось мне нравилось витражными красками рисовать и вот оно да получилось уже старая потому что немножко смылось вообще зеркало в саду это просто бомба это когда картины со временем оно было ярко раньше стала эта роза которая вообще от слова неприхотлива совсем вот неприхотлива шона коблинц или нано называется либо мария ротрова ее зовут еще вот эта розочка которая неприхотлива вот совсем все вот эти кустики выращены из черенка это черенки были я черенковала одно растение чем она вообще хороша во первых не колючая на колючек почти что нету это если посмотреть вот сам ствол вот здесь кое-где колючки она не укрывная я ее не укрываю она сама очищается вот когда отсветают вот эти вот бутончики они осыпаются вот их не надо резать и она дает молоденькие приросты вот это все молодые приросты они опять зацвели вот вот это молодые приросты вот она у нее непрерывное цветение вот одна волна заканчивается а потом она нарастает опять и до поздней осени так мое любимое вот это вот калина обожаю я не знаю вот говорят алину подвержена вредителям но вот эту калины вредители не очень любят конечно там появляется вот здесь вот мы в общем то я ничего даже не делаю не обрабатываю ее ну вот посмотреть вот на эти грозди а когда она вот такая вот вот нарядная она стоит до весны насыщенный это уже будет немножко осенние вот такая вот окраска листьев а сами листья они во-первых побольше чем у обычной калины и они темно-зеленые и сами вот эти вот ягоды это просто не знаю мне настолько нравится она это просто волшебная калина и зимой когда все беленькое в снегу а здесь вот такие вот красные ягоды необыкновенная самая но мы ее были срезали она начала расти но если растение хочет жить значит нам нужен шанс и вот левая сторона привита прививка другой яблоньки с правой стороны вот ее вот я ее резала вот так вот шариком чтобы она была как штамповая вот так вот Субтитры подогнал «Симон» 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 Но сама травка очень такая красивая, нежная. Вот она не разрастается. Ну, тоже очень неприхотливо. Куртинки такие серебристые. Нравится она мне. Это огородная зона, да? Да, это у нас огород. Прекрасный огород. Огород замульчирован соломой. За весь сезон я, наверное, может быть, один раз там повыдергивала травку. Вот, а так все замульчировано соломой. И сокращает прополку. И полив сокращает. Тамара мне дала этот огород. Вот он у меня, когда свистный, маленький совсем был кустик. Немножко он агрессор может расползаться. Фордюры из спиреи. Это обычная спирейка, которую я стригу. Вот она вот идет за колоннами по обе стороны. И, в общем-то, с одной стороны один микс, а с другой стороны другой микс. Пойдемте. Мы сейчас зайдем на дальний сад. Я его так называю. Это дальняя часть сада. Как приятно хрустит. Офигеть! Можно фоткаться здесь. Тут еще одна рамочка. С наградом с девичьим. Он свисает в его плетье. Это просто божественно. Вот это, я не знаю, произведение искусства. Когда он войдет в осень и станет менять цвет листвы на яркий такой красный, это вообще просто, не знаю, не передать словами. Вот я его не обрезаю, да, ему нарастать вот именно вот такой шубкой здесь. Вот и там дальше, вот там дальше. Там мы заходим в дальний сад. Вот там в конце я хочу зеркало. Это гейхеры. Я так понимаю, разные виды, да? Разные сорта. Вот они, яркие, нарядные такие. Я уже вижу, когда он разрастется, и будет вот такое прям, как белое облако. Здесь же хочу сделать, поставить зеркало на опоре. Вот, я думаю, что тоже будет очень шикарно. Там дальше, за кленом, за сеткой поля. И уже начинается лес. Прекрасный план. Здесь зона, дальний сад. Здесь царствуют рябины. Несколько сортов. Десертные сорта. Вот сейчас начинается их пора. Они сейчас с ягодами. И скоро уйдут в осенний цвет уже. Если не съест никто ягоды. У меня тут любители много. Вот это красное, красное-алое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 огромная крона такая и все усыпано было вот такими вот этими сережками я когда увидела это вот когда она цветает она выдает вот такие вот сережки это семена и огромные листья и вот такие вот сережки я набрала сережек и в общем то она из семян очень хорошо даже растет вот и вот она выращена из семян вот эта катальпа вот но листва у нее просто божественное они вот такие вот прям как мне кажется летящие такие порхающие листья того как она цветает она выдает такую красоту и получилось сама собой посажена была елка на солнце она вытянулась очень сильно и получилось вот такими какими-то проплешинами но и в итоге я начала ее стричь вот ствол этот он голый был у меня ну так вот я начала резать его так вот получилась такая красота вот эти вот остались была задумка так чтобы шарики вот такие бордовые по краю именно из барбарисов были вот южное растение все-таки могут у нас жить тоже вот она вообще просто во первых я стричь она хорошо поддается формировки нарастает быстро она не колючая она немножко листва у нее колючая сама по себе стол не колючая вот листики вот они вот такие вот немножко ключеватые вот вот развалена творческая работа сделана в этом году была свеженькая да свеженькая производитель где-то недалеко здесь и вот такая получилась зона такой уголок уютный либо что-то если хочется дополнить либо добавить там изменить что-то то впыта в процессе я вот хожу например обход делаю и вижу что вот здесь вот у меня прямо начинает в голове рисоваться картинка что вот здесь вот в этом месте я хочу сделать вот какое-то вот изделие там изюминку какую-то либо что-то посадить интересное мне уже рисуется в голове как это должно сидеть как она будет смотреться уже во взрослом виде все что у нас копалось я никогда не вывозила землю и вот и вот эти вот дорожки вот они заросли трава напыла уже надо обрезать земля которая грунт который был в дорожек она вся вот скидывалась вот сюда вот на этот и потом была застелена подложка засыпана кору и и лаванда любит сухое место вот это прям вот видео место вот она у меня сделала как-то я пыталась ее все высаживать сухое место на солнышко вот она здесь прям ее место это ну и вот семья лимон напахнуть это тоже чудо растения причем он зеленый и даже зимой можно не сушить травку можно просто подойти к семьяну нарезать зимой для чая можно сушить еще маленькие ну потом будут шарики и в общем то я думаю что будут дополнять шары из лаванды вот они тоже такими шарами овсянница тоже такая вот прям передний край подбила как научилась черенковать вообще раньше не было питомников давно потом уже постепенно постепенно я поехала в командировку в лесхоз а там был питомник и она просилась в этот питомник думал может что-нибудь куплю мы приезжаем инженер начал мне показывать поле такое большущие сантиметров по 10 череночки тем более рассказывает мне говорит вообще лесхозы же не занимаются декоративкой они больше вот лес там липы березы елки ну горит нас заставили сейчас заниматься вот еще декоративными растениями мы поехали в ботанический сад и на черенковали вот череночки я приехала домой думаю что дура что ли он не объяснил что они начеренковали я пошла нарезала черенков под банки из-под пивом насадила их и они у меня все принялись и вот вот так вот я начал черенковать это просто тоже волшебное растение я бы посоветовала конечно если ну в общем то разные есть сорта не только юнги есть поменьше которая вот крона не такая раскидистая но мне кажется что это просто божественное растение фактура сама вот ветви когда они раскидываются в разные стороны вот а зимой даже когда нет листьев снег вот так вот вложиться вот по по веточкам вот у меня выпили до сажу ну тебя потом потому что у меня отойдут просто пока нарастет не сказала не чтобы он агрессивен был куртинку садится такой она будет вот таким вот как гриб такой вот как зонтик я хочу ее поставить выше кизильника немножко и вот она внизу вот там будет золото такое вот грибочком вот я специально ноги подняла немножко подрежу еще вверх вот так вот этих мышевельников вообще их стричь надо на самом деле иначе вот я покажу там у меня два штуки я не резала мне жалко было я хотела чтобы объем был и у меня этой зимой два можжевельника которые я вот они у меня в такой безобразной форме сейчас вот я хожу вокруг и каждый день думаю и они вот на растет они быстро как-то нарастили форму а тогда будет крона плотная и они не будут разваливаться у меня поломала один можжевельник вот там его просто вот так вот на две части вот сюда просятся штамповых вот хочу вот прям мне кажется что небольшие вот такие штампики штуки 3 можно можно купить смарагды и ну и постричь и купить причем вот такие вот в голове я думаю надо хоть ты беги в лесхоз там у них недорого и стульки продаются это зона качели это первая качели которые мы делали раньше этот поликарбонат и вот вокруг дерен два сорта сибирика элегантисима и у меня задумка я еще не стригла в этом сезоне ширмой такой вот я режу вверх и краю вот есть и она получается как стена здесь когда ты сидишь на этой качели от солнца защищает от ветра от дождя разведение искусства посмотреть форму форму кроны вот как вот так вот вот так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я все это убрала, постелила по новой пленку и укрепила берега камнями. Он весь уложен дно из камней. И я вот так вот каждый камешек за камешком его укладывала. Может, воды туда налить? Просто вот я надеялась, что дождь. Чашку сделала, рязку, одно ведро поехала на водоем, привожу, заливаю, нету. Поехала через неделю опять, куда она делась. Потом сказали, что рыбы. Там рыбы тоже живут, вот они вот там клюют. Видно, вот там шевелится. И я говорю, пожалуйста, привези мне ведро рязки. И он мне целое такое ведро. Ну, она же вообще шикарная просто. И вот здесь везде мох. Поехала в лес. Кое-где видна была пленка. И мне надо было ее закрыть. Закрыть так, чтобы не сдать, когда разрастутся растения. Я положила мох. Потом подумала, что будет шикарно здесь яркое солнце. Ну, вот именно в этой стороне молодила. Просто шикарно будет смотреться здесь эта каменная роза. И, ну, в общем-то, оно неприхотливо растет на солнце. Нетребовательно. Там ни почвы, ничего нет. Там просто вот мох, и нам хуй, растет молодила. Вот. Вот так как-то получилось. А чашу вот эту делала. Оставался бетон после заливки пола с дома. И строители выбрасывали. А я тут же по-быстрому сделала вот две таких чаши. Ну, и я уже там, когда делала пруд, она у меня прямо здесь рисовалась, что вот она должна тут стоять. Это ее прямо место. И феечку. Феечку, когда увидела, тоже заказывала. А я хотела, так хотела, такие дорогие. Я хотела металлическую и побольше. Прямо вот такая девочка продавала украинская. Ну, я не помню, только 400 евро. Что-то такое, чересчур, как-то сильно дорого было. Ну, мне кажется, это тоже здесь просто машина смотрится. Там, наверное, штук пять караськов. Я говорю, не бросай, нету земли там. И что, они нормально перезимовали, на земле ничего нету. Там камни просто. Они там зашились куда-то там в камни. И все. Что, папа сказал? Ролик? Ты была в шоке. Что это такое? И сейчас я доверю. Субтитры сделал DimaTorzok. Если смотреть, очень красиво, когда утром и ложатся тени. Солнышко всховывает. Там восход, а закат там. И здесь просто тоже такое божественное место. Вот я немножко подкорректирую, поправлю. Думаю, здесь вот кизильниками, как это, не шарами, а вот будет вся площадь вот кизильниками. И постригу вот их вот так вот, может, волной какой-нибудь. Мне кажется, будет вообще просто супер. И вот она цветет уже очень давно. Она начала цвести, когда она бытила. И вот до сих пор. Добрый вечер. Добрый вечер. Когда там убиралась немножко, тут по-быстрому думаю, блин, надо же там убрать, тут что-то прибрать. Ну, оно же не идеально все. А Лене к мне вот эту палку, говорит, тебе эта палка нужна? Я говорю, это станок ткацкий. Он так забирай. Я положил мне ее, я думала, на работу завезу, положу в сарай там. У меня подвальное помещение есть. А тут я пошла к машине и вижу, она лежит. Я ее схватила, и у меня сразу нарисовалось, где она должна стоять. Что она должна вот здесь под березой, и сверху должен быть такой вот прям цветок из проволоки. Вот. И вот пока там пеклась шарлотка, я, короче, взяла эту проволоку и по-быстрому накрутила ее. Поры фантазии очень даже. Субтитры создавал DimaTorzok начинают уходить в осенний цвет, яркий такой, оранжево-красно-желтый цвет. И вот я потом буду показывать, как он будет смотреться. Он просто шикарный. Он настолько красив. А сама крона какая-то фактурная. Ну и да, вот солнышко здесь играет прям просто божественное. Он в три стадии ноги. Это старая корыта, бежала очень долго. Ждала своего времени. Вот. Потом я попросила мужа, он наварил мне ноги, и получилось такое вот корыто на ногах. В общем-то, за счет ног оно как-то смотрится по-другому сразу. Листики. Очень такой интересный. Первое начало, осветение полное. И вот мне нравится, вот как он, его можно в какие-то кашпопа весны, он очень хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok